Генеральный партнер. Торговая группа «Абсолют». Официальный партнер. Розничная сеть «Барис». Официальный партнер программы «Охранное предприятие Дельта». Улан-Удэ в огне, улан-уденцы в мыле. Пятница 14-е выдалась горячей. Но обо всем по порядку. Здравствуйте на АТВ новости в студии Евгения Геранина. В ближайшие полчаса о главных событиях республики к этому часу. И вот с чего мы планируем начать. Мы посмотрим, здесь пунктов много. Много, значит четыре. Директору теплоэнергосбыта нужен месяц, чтобы понять текст мирового соглашения. Вообще, конечно, это очень хороший акцент. В Бурятии отметили день донора. Готовы ли улан-уденцы делиться своей кровью? Так дальше продолжаться не может. Планы намечены. О чем главу Бурятии попросили жители Мухаршибирского района. В Лан-Удэ сегодня было особенно жарко. В полдень в центре города загорелся автомобиль. Он находился на стоянке возле торгового центра Еврозона. Пока пожарные расчеты добирались до места ЧП, ни один очевидец не бросился спасать чужой автомобиль. В результате у Ниссана полностью выгорел моторный отсек. Предварительной причиной стало короткое замыкание. Горячо было и на другом конце города. На проспекте автомобилистов загорелось здание базы стройтерминал на площади в 1500 квадратных метров. Огонь грозил перейти на соседние постройки. Пожару присвоили повышенной рангопасности. На тушение работали 18 машин спецтехники и 23 пожарных. Минувшая ночь у огнеборцев тоже выдалась жаркой. Около 10 вечера на телефон спасателей поступило сообщение о том, что на улице Пугачева горит здание. На момент прибытия первого подразделения горел утеплитель внутри стен. Было сильное задымление. Работа по душе не осложняется тем, что здание утеплено торфом, который тлеет. На данный момент пожар локализован, продолжаются работы по проливке. Предварительной причиной пожара в неэксплуатируемом здании, принадлежащем в ряд Мяспрому, назвали нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ. Утром в окрестностях пахло пластиком. Роспотребнадзор уже взял пробы в зоне задымления. Непотушенная сигарета стала причиной второго пожара на этой же улице. Вчера днем на Пугачева вспыхнуло двухэтажное здание. На момент прибытия первого подразделения горела лестница, входная дверь и автомобиль. Звеном газодымозащитной службы спасено 7 человек. Погибших и пострадавших нет. Всего за минувшие сутки в республике произошло 16 техногенных пожаров. Три из них в Улан-Удэ. ТГК-14 пока не готовы идти на мировую с людьми, у которых срезали батареи. Потребители предлагают монополисту отозвать все свои иски и преследования взамен выполнения пары гуманных требований. Иначе руководство депловиков рискует своими и чужими судьбами. Ведь демонтаж отопления – уголовное преступление, за которое могут и посадить. Подробнее. Люди разные, беда одна. У каждого из них спилили батарею. Причем все настаивают на том, что срезали трубы именно сотрудники ТГК-14. Люди разные, но пришли к одному человеку. Сегодня приемный день у директора теплоэнергосбыт Бурятия. Очередь к нему большая. Народ мирно дожидается своего часа. А в руках у них проект мирового соглашения. Не в наших интересах ходить по судам, по различным инстанциям. Мы хотим, чтобы наши люди прекратили вот эти все тяжбы. А для того, чтобы это все прекратилось, нам необходимо, чтобы ТГК-14 признала то, что они действительно обрезали батареи центрального отопления в квартирах. И после этого, через какой-то период, возобновили начисления в квартирах, где нет отопления. Этот визит словно массовый стокгольмский синдром. Ведь если верить потребителям, то они жертвы, у которых незаконно спилили батареи. Разве могут угнетенные предлагать мир своему угнетателю? Тем более, на руках есть даже якобы доказательства их преступлений, которые достаточно сложно опровергнуть. Мне начисляют за отопление и горячее водоснабжение, как будто бы у меня есть. У меня нет, вот у меня все обрезали. Ничего у меня нет. Зачем мне сейчас начислять, когда у меня ничего нет? Для начала директору теплоэнергосбыт вручили копию мирового соглашения. Мы посмотрим, здесь пунктов много. Там всего 4 пункта. И если коротко, то первый гласит о свободе выбора. Потребители просят самим решать, пользоваться услугами ТГК-14 или нет. Второе. Народ просит убрать начисления за период после среза батареи. Третий. Дать им на руки заверения по второму пункту. И четвертое. Выдать им на руки акт о подключении, если батареи все же вернут на место. Нам же нужно с законной стороны посмотреть каждое требование. У вас же юристы, у вас целый штат юристов. Они умудряются на суды теперь по двое ходить. Три кабинета. Защищаться. Мы рассмотрим. Директор теплоэнергосбыт просит один месяц всего лишь на 4 пункта мирового соглашения. Возможно, Александр Новолодский читает все титры после сеанса в кино. А возможно, он просто очень занятой человек. Напоследок ему показали тот самый акт о демонтаже батареи, где сотрудники ТГК-14 сами подписались под порчей чужого имущества. Если такое произошло, даже теоретически, это преступление или нет? Будем разбираться. Будем разбираться. Пока Александр Новолодский разбирается в двух бумагах, за целый месяц пройдет как минимум несколько судов. Представьте, что во время войны враг продолжает вести по вам обстрелы и только через 30 дней соизволит ответить на предложение мира. Только тут речь идет об убийстве времени, нервов и здоровье потребителей, которые приносят деньги за услуги ТГК-14. Будал Манхоев, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ. С 1 июля в Бурятии может исчезнуть понятие «обманутые дольщики». Строительным компаниям придется перейти на проектное финансирование и расчеты через специальные эскроу-счета. Деньги за выбранную квартиру будущие новоселы перестанут передавать напрямую застройщику. Средства дольщиков будут храниться в банках на спецсчетах. Эта программа направлена в первую очередь на защиту дольщиков. А для застройщиков плюс в том, что для них, если раньше финансирование было нестабильным, то с банковским кредитованием эти средства будут направляться уже более понятно и стабильно. По мнению авторов закона, это шаг в сторону цивилизованного рынка недвижимости, когда дольщики защищены от рискованных вложений, а застройщики имеют надежную схему финансирования. Застройщик также выбирает полномоченный банк. Он подает заявку в разные банки и в зависимости от условий, которые ему предлагает банк, он выбирает лучшие для себя условия. Льготное финансирование для застройщиков, я думаю, будет заключаться в том, что тем больше в этом проекте, в его застройке участвуют физических лиц, тем дешевле должен быть банковский кредит. Застройщик теперь заинтересован строить максимально быстро и в срок, ведь деньги дольщиков для него станут доступны только после регистрации права собственности на первую квартиру. В противном случае дольщик забирает свои деньги из банка. Добавлю, что эксперты еще на стадии принятия закона отмечали, что при новой схеме неизбежен рост цен на квартиры в новостройках. Причем закон не коснется уже заключенных договоров. Проблему дольщиков решили, строительные проблемы на селе пока нет. Жители Мухаршибирского района просят восстановить аварийные объекты. В их списке детские сады, мосты и дом культуры. Люди воспользовались моментом и попросили о помощи главу республики. Алексей Цидинов посетил 8 сел с рабочей поездкой. Что изменится в районе, узнала Мария Амбас Конян. Первой точкой визита главы в Мухаршибирский район стало село Подлопатки, а именно детский сад Журавушка. Весной здание признали аварийным, износ почти 80%. Однако полсотни детей продолжают его посещать. Другого выбора нет. Заведующая признается, сад еще держится на плаву только благодаря постоянной помощи сотрудников и родителей. Мы очень много стены цементируем заново, штукатурим, укрепляем, потолки укрепляем, чтобы дети могли свободно посещать дальше детский сад. Но так дальше продолжаться не может. Конечно, коллектив молодец, коллектив его поддерживает. Дети ухоженные и счастливые, но состояние детского сада требует немедленно принятия мер. Мы решили, что сейчас будет проектирование и уже 2021 год строительства нового детского сада. Еще одно аварийное здание стоит в селе Новый Заган. Уже 22 года зрительный зал в местном Доме культуры не открывали. Здание Дома культуры закрыли в 1997 году. Тогда руководство решило сэкономить на отоплении. В итоге зима для этого здания продлилась целых 6 лет. Стены, пол, потолок, все пришло в непригодное состояние. И теперь на восстановление требуется 27 миллионов рублей. В 2003 году половину здания все же восстановили. Сейчас здесь есть библиотека, малый зал и подсобные помещения. Однако зал на 370 посадочных мест все еще в законсервированном состоянии. Однозначного решения сейчас нет. То есть тоже будем смотреть там и по цене, и по срокам. Поэтому пока решения нет, взяли этот вопрос и это просто подработка. Зато решение есть по другому объекту. В ходе поездки глава осмотрел мост Мухаршибири, который также находится в предаварийном состоянии. Капитальному ремонту быть, пояснил Алексей Циденов. Сумму определят после проектного решения. А в Улуси Цолга сегодня не просят, а благодарят. Два года назад в местной школе наконец построили новый спортивный зал. 15 миллионов выделили из республиканского бюджета и чуть больше 4 миллионов из муниципального. У нас в Цолгинской средней школе, несмотря на столь солидный возраст, нашей школы специализированного строителя, такого спортивного объекта никогда не было. И несмотря на отсутствие, абсолютное отсутствие спортивного зала, наша школа всегда славилась своими спортивными успехами. На деньги, вырученные из призовых мест на соревнованиях, в школу закупили спортинвентарь и тренажеры. К кому обращаться тем, про кого забыла управляющая компания? Дом номер 5 по улице Октябрьская много лет не видел даже текущего ремонта подъездов, не говоря уже о более серьезных работах. Жители попросили управляющую компанию снять пыльную завесу, но диалога опять не получилось. В итоге люди подали коллективную жалобу в жилищную инспекцию. Так быть или не быть принудительной уборки, узнала Любовь Абрамова. В одном из подъездов в доме по улице Октябрьская, 5, такой роскоши, как ремонт, не было давно. По словам жителей, лет 10. Стены и потолок в грязи, а о замене лампочек или плитки на полу речи не идет вообще. Кто сами подметут, и ладно. Перед 8 марта, с пятого этажа, паренек вымыл весь подъезд. Подарок сделал. Подарок сделал, да. Вот так вот. А так никто не убирает. Вы официально обращались в потолок? Конечно, неоднократно. Работы по уборке подъездов для управляющей компании обязательны. Кроме того, два раза в год должны проводить санитарные работы. Обметать пыль с потолков и подоконников, мыть окна и решетки. В этом плане работа управляшки по Октябрьской, 5 далека от эталона. Грязно? Ну, не знаю, проверим, будем контролировать. А как часто вообще текущий ремонт делается? По текущему ремонту я могу сказать, что на июль месяц запланирован ремонт подъезда. Это третий, четвертый, пятый подъезд по Октябрьской, 5. Управляющие организации, если производят текущий ремонт, то должны производить во всех подъездах текущий ремонт. Почему жители одного дома поставлены в неравные условия, у эталона ответа нет. Видимо, коллективные жалобы вышестоящей органы – единственный путь к чистоте в подъездах. По данному обращения мы проведем неплановую выездную проверку. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, то управляющей организации выдадим предписание об устранении выявленных нарушений. Обманули на айфон. Бургражданстрой был не совсем честен с горожанами, когда проводил розыгрыш в социальной сети. Строительная компания обещала дорогостоящий девайс случайному подписчику, который выполнит все условия. Но победитель удивил участников. Что это? Тщательно спланированный развод или случайность? Будамон Хоев разбирался. А у нас такой вот хаус в центре города. У нас совершенно безопасная застройка. Это новость о форуме «Город добрых людей». Материал в эфире АТВ вышел вчера. Если коротко, то он о новом движении, куда собирались общественники, блогеры, урбанисты, а также представители застройщиков Улан-Удэ. Однако наш материал вызвал достаточно странную обратную связь, учитывая контекст этого сюжета. Обратите внимание вот на эту девушку. Она промелькнет в нашем материале еще несколько раз. Вот, вот и вот. А теперь сравните ее с девушкой на этом фото. Это Ольга Капустина. Она выиграла последнюю модель айфона в инстаграм-конкурсе от «Бургражданстрой». Ааа, люди, я выиграла. У меня истерика. Я никогда не выигрывала в подобном. Все думала, рили развод. А тут ю-ху. Вот что писала Ольга о розыгрыше телефона, а вот что пишут все остальные участники этой акции. Разводом пахнет. Развод, короче. Поеду в офис к ним, разбираться буду. А вот так этот айфон разыграли. В нем участвовало 109 человек. То есть шанс выигрыша чуть менее 1%. Однако, эту вероятность, кажется, и вовсе свели к нулю. Прямой эфир, студию. Дело в том, что это обычная запись экрана. При желании ее можно запросто переснять до тех пор, пока не выпадет заветная цифра 76. Именно под ней числился наш победитель. Внимательные зрители АТВ обратили внимание, что Ольга на форум пришла в компанию одного из сотрудников Бургражданстрой. Компания, которая и разыгрывала телефон. Давайте теперь попробуем написать Ольге. Так. Здравствуйте, Ольга. Видео у вас на форуме. Город добрых людей. Вы, кажется, там были. Вот. Бургражданстрой. Думаю, стоит добавить небольшой комплимент. Кстати, классное фото. Скобочка-скобочка. Теперь только остается надеяться и ждать. Вдруг нам Ольга и вовсе не ответит. Пока мы ожидаем ответа, спешут дополнить негодование со стороны участников розыгрыша. Вы что, нормально разыграть не можете? А вы в курсе, что она не выполнила условия? То есть необходимо не только поставить фото с хэштегом, но и оставить комментарий под постом. Про что наш победитель, к сожалению, забыл. Однако Бургражданстрой, видимо, решил не соблюдать свои же правила. Как говорится... Я тебя породил. Я тебя и убью. Ольга мне все же ответила, похвалила мои фото и созналась в том, что работает на Бургражданстрой. То есть застройщик абсолютно случайно разыграл телефон своей же сотрудницы. Люди об этом не знали, но все же почуяли что-то неладное. Меж тем, после этого розыгрыша количество публикаций с хэштегами от Бургражданстрой резко сократилось почти в пять раз. Будам Мунхоев, Алексей Ткачев, телекомпания АТВ. Шокер. Цена в абсолюте. Сервилат банкетной «Даурия» со скидкой 54%. Всего 69 рублей 99 копеек. Абсолют. Гарант низких цен. Первое место в стране. Бурятия лидирует по количеству добровольных народных дружин. В республике их больше двухсот. И сегодня все они собрались в столице Бурятии на четвертый ежегодный слет. Зачем люди становятся дружинниками и зачем нужны дружины, расскажет наш корреспондент. Андрей работает тренером по волейболу в Крумканской спортивной школе. Он вместе со своими коллегами не только учит подрастающее поколение, но и следит за правопорядком в родном районе. Бывают ситуации в жизни, конечно, да. То ли выпишет человек, то ли ведет себя в общественном месте, да. Ну, не очень, как говорится, хорошо. Но все равно полиция тоже не может нигде всегда успевать, да. И мы своими силами. Многие из дружинников в прошлом сами работали в органах. Для них помогать дело привычно. Но есть в рядах дружинников люди других профессий. Однако и их помощь неоценима в рейдах с участковыми и на постах ДПС. Хотя зачастую их вклад остается в тени. Я сама водитель и часто встречаемся с разным безобразием на дорогах. И поэтому я тоже решила как-то помогать, чтобы наводить порядок, чтобы лучше у нас было в городе. По количеству народных дружинников Бурятия занимает первое место в стране. Сейчас в республике 235 народных дружин. За период с начала года нашими дружинниками в городе раскрыто 6 преступлений. Ну, совместно, конечно, с сотрудниками полиции. И было около 3000 правонарушений тоже раскрыто. С начала года при совместной работе МВД и народных дружинников количество преступлений снизилось почти на 10%. Я сегодня благодарен всем, кто сегодня здесь собрался. Здесь собрались наиболее отличившиеся. Сегодня очень большое количество будет награждено. Это результат нашей совместной работы. И в первую очередь, конечно, результат наших добровольных помощников. Стать добровольцем может любой желающий. Для этого нужно прийти в штаб народных дружинников и подать заявление. Из документов необходима только копия паспорта и справки из психо- и наркодиспансеров. Антон Симонов, Николай Тулубаев, телекомпания АТВ. Сегодня во всем мире отметили День донора крови. Улан-Удэ не остался в стороне. Волонтеры службы переливания крови приготовили горожанам сюрприз. Привели небольшие лекции для новичков в общественном транспорте. О своих постоянных клиентах в торжественной обстановке наградили званием почетного донора. Кто и зачем сегодня сдает кровь, узнал Илья Балханов. 14 июня – Всемирный день донора. Слово «донор» с латинского переводится «дарить». И чтобы люди знали, как дарить жизнь, волонтеры службы крови решили рассказать горожанам необычным способом – в трамвае. Почему важно сдавать кровь, знает каждый. А вот как и где это сделать – не все. Поэтому волонтеры провели что-то наподобие разъяснительной беседы с жителями города. Ну, вообще, конечно, это очень хорошая акция. Я бы с удовольствием отдала свою кровь тем людям, которые нуждаются в этом. Но в связи с тем, что я переболела, поэтому нет возможности. Мы помогаем другим людям. Сегодня мы поздравляем нашего почетного донора России за активное участие в донорском переводе. Также служба переливания крови наградила Татьяну Гаськову званием почетного донора. Татьяна Геннадьевна целых 60 раз сдавала кровь. Первый раз еще в студенчестве. К счастью, в моей жизни не было такого случая, чтобы болели близкие или нуждались в крови. Поэтому я помогаю другим. Так получилось. Мы сегодня поздравляем наших активных почетных доноров, которые безвозмездно сдают свою кровь по благо здоровья и жизни людей. Плюс ко всему, волонтеры развлекали пассажиров песнями и стихами. Конечно же, на тему сдачи крови. Если и вы захотели помочь нуждающимся чуточкой крови, приходите по адресу. Вы увидите на своем экране. Илья Балханов, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ. Кстати, люди в белых халатах в это воскресенье, 16 июня, отметят свой профессиональный праздник. В преддверии Дня медицинского работника в ОЛНУДе чествовали представители этой благородной профессии. Врачей, медсестер, лаборантов. Всех, кто каждый день сохраняет здоровье и спасает жизни. Кого наградили в этом году? Расскажем далее. Спасать жизни – их миссия. Врачи, фельдшеры, медсестры – все они посвятили свою жизнь заботе о здоровье человека. Лучшим хирургом 2019 года признали врача БСМП Сергея Доржиева. Даже спустя 20 с лишним лет работы он все еще считает, что нет предела совершенства и ему есть куда расти. Хирургия – такая творческая, большая работа. Границ практически нет. Даже не медицинский работник представляет, в каком психологическом состоянии человек приходит в неотложную хирургию за помощью. Это очень высокое требование со стороны, конечно, человека. И профессионально, и морально требует, и физического, и интеллектуального труда. Сегодня также наградили лучшего врача-кардиолога, врача-невролога, сельского и молодого врачей. Кроме этого, 50 медикам присвоили звание заслуженного работника здравоохранения. Мы те, к кому мы стремимся, когда нам тяжело. Мы ищем помощи, когда мы беспомощны. И очень сильно переживаем, если вдруг у вас где-то рядом не оказывается. Поэтому мы от вас сильно зависим. Напомним, только в 2019 году за счет дальневосточной субсидии в Бурятии на здравоохранение пришло больше миллиарда рублей. На эти деньги закупают автомобили скорой и неотложной помощи и разное медицинское оборудование. Это все районы, центральные районные больницы получат то или иное оборудование. Ну и все городские поликлиники, ну в том числе консультативные поликлиники, детско-республиканская линейская больница, республиканская линейская больница. Мариан Восконян, Алексей Ткачев, телекомпания АТВ. Художественный вымысел или правда, как она есть? Телекомпания АМЕДИА совместно с НТВ приступила к съемкам многосерийного фильма о Байкале. В основе сюжета реальная история Артура Мурзаханова, руководителя оперативной группы «Баргузин». Она начала работать на озере в 2015 году, и за короткий срок спецназ смог сломать отлаженную браконьерскую систему. Незаконный отлов байкальского омуля сократился в разы. В народе группу Мурзаханова тогда окрестили заповедным спецназом. Название сохранили и для фильма. Где-то будет художественный вымысел, где-то будет какой-то процент той информации, как мы рассказывали. У нас с ребятами, наверное, мучили сценаристы по два-три часа. Каждый из нас рассказывал свои истории, какие действия происходили. Действия картины разворачиваются в заповедном Подлиморье и рассказывают о работе группы государственных инспекторов. По сценарию она будет называться «Рысь». Известно и имя главного героя – Юрий Тарханов. Его роль исполнит российский актер Максим Дрозд. А любимец театральной публики вновь выступит на сцене театра, оперы и балета. Михаил Пирогов даст сольный концерт в сопровождении Национального оркестра Бурятии. В программе певца – арии из опер, итальянские и русские песни, а также песни на бурятском языке. С того момента, как я сделал сольный концерт с театром «Байкал», прошло уже 10 лет. И я бы сказал, что сейчас долгожданная встреча. Лично для меня я очень, честно сказать, соскучился по бурятским песням. И поэтому у нас во втором отделении будет только бурятские произведения наших бурятских композиторов. Сейчас это востребованный, известный, опытный, зрелый певец, которому по плечу, я думаю, любые задачи, перед которым ставят художественное руководство, театр, в которых он работает, а он работает. Вместе с исполнителем на сцену выйдет и народная артистка Советского Союза Галина Шайдагбаева. Насладиться выступлением артистов можно уже завтра, 15 июня, в половине седьмого вечера. Возрастное ограничение 6+. И на этом у меня все. Пересмотреть все материалы выпуска вы можете на нашем сайте и во всех социальных сетях. Спасибо, что были с нами. Не забывайте об осторожности и отличных выходных. Покупай в Абсолюте выгодно. Сыр 1000, озер сливочный, со скидкой 35%. Всего 119 рублей 99 копеек. Абсолют гарант низких цен. Товары для дома и красоты покупай. Volkswagen Polo в Барис забирай. С 1 июня по 25 августа купи продукцию компании Procter & Gamble на 500 рублей и участвуй в розыгрыше автомобиля Volkswagen Polo и туристических сертификатов. Встречи с близкими бесценны. Наслаждайтесь каждым моментом. Охранное предприятие Дельта. На страже вашего спокойствия. Дельта. На страже вашего спокойствия.